всем привет с вами алис канала берли лапсинга канка земтрясениях начинаем обзор солнца как обычно включаем наш кинотеатр и смотрим что происходило за последние часы на нашем светиле но мы видим вспышки вот здесь районе девяти часов вылетела в районе 4 5 вот такой вот скопление плазмы судя по всему тоже связано со вспышкой но все это не направлено в сторону нашей планеты и все довольно-таки такое мягко здесь еще можно в северной части увидеть судя по всему здесь отрыв какого-то мелкого портуберанца то есть солнце так выбрасывает плазму в разные стороны но не в сторону нашей планеты это хорошо идем дальше смотрим теперь что у нас последний кадр показывают тут здесь северной части показывает скопление плазмы немножко вот здесь в районе четырех часов но не более того все отлично все прекрасно переходим теперь к разбору что у нас по приборам успокаивается потихонечку видно что линия становится не настолько выраженная в плане вспышек и за последние сутки максимальная была м 1 и 39 но она же не возвращается на уровень бету стабилизировалась на уровне с вероятности вспышек c класса 99 процентов м класса 75 x класс 15 процентов ну и давайте посмотрим какие зоны в этом участвует 38 48 47 какая-то зона с прочерками дает вспышки c давайте посмотрим что у нас но вот этот ансамбль что-то уже засиделся да уже пора ему отвернуться давным-давно как бы все уже и вот это тоже съедет но после выходных мы не увидим но центральной части нас сейчас интересует 54 зона такая между 54 и 56 такая пролиферация идет да тут 59 появилась зона но впереди вроде бы ничего нет никаких таких серьезных элементов смотрим статистику у нас 13 активных зон в них 55 пятен из них две зоны в оранжевом цвете бета-гамма уровня это сорок восьмая пятьдесят четвертая давайте в другом диапазоне посмотрим на наше светило как она выглядит настоящий момент да вот здесь вот мы видим в районе четырех часов вот это как раз как конгломерат отворачивается и судя по всему там идет усиление активности но она уже никак на нас не скажется здесь вот интересные такие протуберанцы да вот здесь торнадообразная здесь вот змееобразные такие длинные протуберанцы можно отметить и судя по всему вот здесь похоже на зарождающиеся дыры давайте на это глянем более подробно что там по дырам у нас происходит так вот здесь вот в северном полушарии видите пытается разрастись дыра но не знаю получится у нее или нет также здесь отлично видно протуберанец ну и вот этот активная зона на четырех часах сейчас очень очень красивая также как и на двух часах тоже довольно интересно ладно давайте теперь посмотрим что у нас геомагнитной обстановкой мы видим что здесь рост до 2 плюс а сейчас потихонечку уйдет ну ничего такого супер необычного не происходит ставят здесь небольшие четыре минус на всякий случай вдруг там из дыр долетела плазма там было две дыры которые сейчас уже от нас отвернули переходим к улуканам у нас 51 вулкан извергается при норме 40 что какие сообщения поступают сообщения об извержении бека она не указывает высоту пепла дуку на в холмахере там высота пепла 2600 метров на уровне моря но немножко выше чем обычно а пока эти петли в мексике наконец-то дало себе знать эту замолчал 5800 метров на уровне моря высота пепла столба происходит извержение там фуэга санте гуи тону а высота не указано так сангай в эквадоре показывает что только вот кратер разогревается не более того и ревитадур в эквадоре там а выброс пепла на 4900 метров того получается самый активный попугатель петель на сегодня среди вулканов давайте дальше пойдем теперь сейсмичность за последние семь дней магнитур 48 было и выше было 76 землетрясений а ну получается где-то в полтора раза выше норма 50 землетрясений последние сутки были довольно-таки тихие мы видим на западе тихого океана активность здесь у нас в районе донезии вамбона 49 на глубине 45 километров в районе марианских островов 5 и 1 затем 50 это южный сэндвичево острова и там же 49 на глубине 38 километров всего по статистике 3 пятерочки 27 четверок 126 троек 250 двоечек и общий уровень активности признан как низкий по атомным бомбам всего выделилось энергии 0,2 атомных бомб и совсем совсем немного такая вот практически минимальная активность даже размещать то толком ничего было в телеграме поэтому мы разместили вчера песчаные бури спасибо за обсуждение кстати так давайте посмотрим что у нас на Аляске очень плотно опять же как в три ряда вот здесь вот идет по фьорду активность здесь на острове 3,2 это какая-то ларсон залив ларсон 18,4 километра глубины потом чуть севернее здесь 3,5 на глубине 31 километр так сюда вот 2,0 на глубине 25 километров идет в сторону канады ответвление ну а так вот доходит до Динали здесь 2,2 7,8 и только одно землетрясение вот здесь северной части 2,2 но всего лишь 100 метров глубина представляете не глубокая совсем всего 100 метров так в проекции Килау активность на Гавайях только сейчас отмечается ухты вы посмотрите от Йеллоустона здесь на север здесь все в кучу и у Йеллоустона здесь вот на глубине 7,8 километров землетрясение вот двоечка на глубине 4,6 километров это уже Монтана дальше 1,2 на глубине 3 километра ну и взрывы здесь тоже производит но это на высоте 2 километра и на высоте 2 километра вот так вот в Айдах у нас двоечки глубина 6,7 километров это 3,1 на глубине 10 километров есть еще в Орегоне Вашингтоне штат в Калифорнии довольно-таки много количество большое количество землетрясения но все они двоечками представлены на небольшой глубине вот здесь на границе с Мексикой 2,6-11 километров а смотрите как разрослась вот эта серия в западом Техасе прям так увеличивается в размерах здесь 3,8 на глубине 7,7 километров здесь 2,1 3,7 километров а Калахома дает 2,2 на глубине 3,2 километра и Нью-Джерси смотрите продолжаются продолжаются уже третью неделю 5,3 глубина вот так вот юг Пуэрто-Рико здесь много двоечек на юго-западе но типичная активность на востоке 2,5 17,18 километров и 3,6 здесь на север на глубине 92 километра но это была американская геослужба переходим теперь к основной карте и здесь смотрим на Европе смотрите в Польше 4,1 на глубине 2 километра вчера как раз обсуждали в телеграмме а почему в одном и том же месте вот мы имеем здесь активность то есть это на северо-запад от города Вроцлав в Польше вот здесь добывают полезные ископаемые да вот населенный пункт Любин ну что самое интересное смотрите здесь находится водоем рядом и вот рядом с этим водоемом 4,1 на глубине 2 километра вот юзер shbv пишет приветствую вас тюрска вы большой молодец видно что вулканы растут надеемся что не будет сценариев которые предвещают нам говорят цикли катастроф но знаете как бы процессы идут мы за ними наблюдаем вот и прежде всего это процессы связаны с изменениями в аэносфере вы замечаете что сейчас геомагнитной буря или северное сияние уходит далеко на юг а где их никогда не видели вот этот такие интересные процессы так gx марка пишет дарит мне 8 сердечек представляете 8 сердечек спасибо вам большое очень приятно люблю сердечки а так юзер f1 пишет алекс спасибо за информацию по сейсмичности лайк благодарю вас рыбий глаз пишет алекс привет а что можно сказать про эльбрус реально ли извержение или он окончательно потухший нет это не потухший вулкан это действующий вулкан и там альпинисты наблюдают постоянное растущее число фомару плюс резко проседают ледники что не связано с там со внешними таяними там и отступлениями ледников а вот именно проседание ледников о том что говорит это говорит о том что а там находятся какие-то термальные процессы происходят а вот так вот так что эльбрус это не безопасный вулкан и за ним надо наблюдать оксана шевченко пишется спасибо алекс благодарю вас елена урал дарит ри сердечко спасибо вам большое роза геровская пишет алекс благодарю за настроение которое вы натарите послушаю вас и весь вечер кайфу ой слушайте когда получаю такой комментарий мне примут что-то переполняет да какая тут энергия и день совсем по-другому идет спасибо вам большое отличного настроения крепкого здоровья сразу десять сердечек а если бы можно было я бы все сердечки в мире вам и вашему каналу отдала ой благодарю вас роза очень приятно читать ваши комментарии так юзеры g9 пишет благодарю за обзор и три сердечка спасибо вам большое и виталий виштолюк пишет спасибо благодарю вас мне очень приятно получать позитивные комментарии о работе и канале ну и вопросы тоже задавайте вопросы что вас интересует так зона раньше 35 на глубине 142 километра у сицилии 30 19 километров смотрите у неаполя опять 24 давайте разбираться компетов и грей да в кампе прям регулярно стала здесь активность практически каждый день мы видим в одном и том же месте юго-запад болгарии здесь 20 на глубине 2 километра мы видим в черногории активность 2 и 3 на глубине 10 километров в албании 24 на глубине 5 километров на западе греции много землетрясений есть 3 и 1 5 километров 3 и 1 12 километров у крита 35 15 километров в эгейском море 3 и 1 10 на западе турцию активность основным двоечками представлено здесь где семерка около малати двоечки и вот здесь тоже двоечка как автошоке в северной части турции так смотрим давайте север индии 3 и 2 на глубине 10 километров в тибете 34 на глубине 10 километров так ну вроде центральная азия помалкивать сегодня зато вот такое неожиданное прям недалеко от столицы китая здесь внутренняя монголия понимаю регион юлин здесь населенные пункты и 4 4 на глубине 10 километров так довольно-таки существенное землетрясение здесь смотрите как интересно да здесь такие прям криаж горный да как называется ответе здесь получается как какая-то равнина свете здесь много каналов всяких и тут они борются с со пустынивания так понимают эти все каналы здесь сделаны эти какие молодцы так давайте посмотрим дальше вот курилы курилы вызывают опасения почему потому что мы видим что происходит глубинные землетрясения 4 1 на глубине 210 километров и поверхностных практически не происходит это камчатка курилы сейчас опасность представляет до япония тоже затихла на западе дает 3 7 10 километров 4 1 40 на юг 4 6 10 километров давайте глянем что у нас острова тайвань происходит какая на сегодня активность ну совсем потише стало здесь 4 2 13 километров 4 2 23 и к югу здесь 40 11 километров то есть серия пока пошла на спад надолго ли посмотрим так северная филиппина дает 3 4 10 километров 3 8 3 километра южные 3 8 4 1 4 километра неглубокий удавал 4030 малуско море 39 30 но еще и двоечки там есть центр суловесия дает 4 1 на глубине 10 километров амбон 39 10 километров море банда 40 522 километра чуть западнее здесь 3 и 3 ну двоечки по острова и вот я в 3 3 10 километров и дает 4 7 15 километров сумматора немного землетрясений в центре острова 3 5 на глубине 207 километров смыть как стабильно дают австралия опять дает двоечку на глубине 5 километров в одном и том же месте прямо четко долбит в одно место так 3 3 10 километров северная папа 3 2 10 мы смотрим 48 276 километров это между фиджей тонко 3 1 166 это новой зеландии 33 40 ну вот пошли хоть более-менее глубокие на южном острове 3 0 на уровне море так давайте посмотрим что у нас по антарктиде вроде бы ничего нет в африке тоже все тихо вот северо-запад канады дает 3 2 на глубине 1 километр там горная местность давайте посмотрим мексика в калифорнийском заливе здесь продолжается серия ну немного землетрясений 3 8 10 километров 4 2 44 километра это между колебой капулькой и южнее капульки здесь у 3 1 4 километра 3 3 51 километр оксака 3 6 ну то есть строчки не глубокие в заливе 40 74 40 100 а вот веракрус дает 3 8 11 километров здесь немножко необычно потому что обычно когда на материке здесь землетрясения более глубокие а здесь мы видим наоборот 3 8 на глубине 11 километров 3 8 66 километров 3780 на границе с гватемалой и 36 37 километров у сальвадора здесь на юг 3 4 36 3 3 23 3 1 36 это уже никарагу еще двоечка здесь есть 68 километров коста-рика дает 3 6 17 километров так гаити 3 3 13 километров на север от доминканы 3 1 33 3 2 19 центре доминканы 31 80 километров ну кори был вчера вроде бы показались проклюнулись и опять молчат вот такие какие-то мерцающие процессы 262 километра север эквадора в центре 3788 на юге 3856 перу только на юге дает здесь 4 4 132 километра вот север начали 37 38 километров здесь двоечки и троечки на глубине 100 километров со стороны аргентины 40 199 километров и тройки здесь выше глубже 200 километров так по побережью чили 33 43 километра южнее 34 55 в океане 34 20 километров затем 2 и 8 49 километров здесь жила сирены 26 52 километра каким бы здесь 2 и 8 52 километра нот со стороны аргентина сан-хуана только 30 133 километра на юго-запад от сан-дьяго здесь 2 и 9 39 2 и 8 33 и 30 29 километра такая серия в океане нравится ну и следующего острова здесь 50 31 километр и южнее 49 38 километров вот такие вот у нас события давайте перепроверим по европейской базе данных что у нас и как но мы видим здесь азорские острова дают канары немножко испания дает здесь по югу гибралтара активность есть швейцария активность опять вулкан айфель здесь юг франции кстати вот в районе между марселем и монако вот получается за польша в раньше в районе неаполя активность да там кампи флигрей сицилия греция турция мелкая активность вот здесь вот интересно здесь показывает ну скорее всего это вчерашние землетрясение на границе кыргызстана и китая север индии тибет вот здесь вот к западу от пекина у нас активность глубокое землетрясение на курильских островах в японии только по югам у нас сейсмичность потихонечку затухает у нас районе тайвань а здесь марианские острова северные филиппины пока что ничего такого необычного или отличающегося от основной версии мы не видим филиппины немножко в северной части много сейсмичности в южной части центре сулавеси я вот тоже на юг активность на островах в море банда вам бонус здесь вот активность есть южная австралия ну и новая зеландия мы видим вот это вот активность глубокие средней глубины на северном острове и неглубокие на южном и около тонко здесь глубокое землетрясение так давайте посмотрим теперь что у нас по америке здесь калифорнийский залив в центральной мексике вот активность причем не глубокая что немножко необычно вдоль побережья на юге граница с гватемалой около никарагуа на запад между сальвадором и никарагуа между гаити и пуэрто-рико активность присутствует большая в эквадоре юг перу север чили но здесь вот так вот редок выстроились в центральном чили есть мелкая активность и сэндвичи в островах вот и вся активность на сегодняшний день давайте закончим швейцарской базы данных что здесь ну продолжается в тех же самых местах на границе с францией активность в районе сант-молица ну и все с вами был алекс канал бери лапжи отличного упражнения